Всем привет! Вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы с вами продолжаем играть в Trader Live Simulator снова. Отвечая на все комментарии, которые были по поводу стрима, стримов пока не будет, не планируется, потому что, во-первых, нет особо такового времени, ну, большого количества времени, чтобы их проводить. И, соответственно, поэтому не вижу смысла их пока и сейчас проводить, то есть стрим на час это не стрим, это вот обычное видео. Вот, по поводу звука, да, звук, я услышал в видео, что звука особо нет, и я выправлял его, видимо, либо не сохранил, либо что-то еще, потому что проект у меня похерился, и я делал его заново, потому что в предыдущих видео вроде как у меня было все в порядке со звуками. Еще какой-то вопрос был там, не помню, если честно, какие там были вопросы, спасибо большое за вашу поддержку, подпишитесь и поставьте лайк под видео, потому что это с вас так много времени потребует, и для меня это приятно, и для меня это полезно. Это хоть как-никак мотивирует, и, так сказать, как бальзам на душу, в общем, вот. Мне сказали, что, добрые люди сказали, что нужно покупать дешевые продукты, молоко, там всякая вот эта вот хрень всякую, типа, оно тоже принесет пользу, и мелкие товары, в принципе, тоже быстро нас вывезут вверх, потому что они, блин, надо был в магазин ехать, но да ладно, но молоко в холодильнике хранится, понимаешь, вот, молоко в холодильнике хранится должно, а следовательно, ну, как таковой пользы-то оно не принесет, я только в проигрыше буду, потому что оно-то испортится, оно же быстро портится, там, буквально, прям, что-то там прям очень быстро. Что-то сладкую кукурузу тогда хотели, сладкую кукурузу хотели, и... Да что ж такое, я сейчас опять заболею, будет очень плохо. Закончился дождь? Нет, не закончился, он все еще идет. А, смотри, что еще нужно купить. Чай, кофе, потанцуем, корм для животных, соус, да, очень много ругаются на соус. По-по-по-по-по. Какой-то еще вопрос был там такой. А, по-типу, вот, опять же, про ускорение видео. Да, я понимаю, что ускорять видео, это, ну, не... Не прямо уж здорово, да, и выглядит это все как-то очень нелепо. Но, но, с другой стороны, хочу заметить, что... Как это сказать? Я ускорял видео для того, чтобы не делать миллион видосов. То есть я, блин, выпущу 10 серий с одинаковыми действиями, просто элементарно. Я говорю, час с лишним видео было, понимаешь? Час с лишним видео. Это очень много, на самом деле. И чтобы, ну, чтобы так долго это не снимать, и чтобы такого большого видоса не выкладывать, тем более, блин, ну, он... Не знаю, его никто смотреть до конца не будет в любом случае. Поэтому я решил его разбить на несколько других... Ну, на несколько видосов, а потом их сложил просто и ускорил. Вот и все. Поэтому я как бы не вижу в этом ничего криминального, ничего плохого, но... Да, я в этот раз просто возьму и не буду, так сказать, их ускорять. Я просто повырезаю лишнее, вот эту вот всю рутину. Я хочу ее повырезать, потому что толку от нее никакого нет. И я не думаю, что тебе будет очень сильно хотеться смотреть на то, как я езжу. Именно не на стриме, а просто на... Ну, в обычном видосе, в котором ты хочешь получить какую-то все-таки информацию, какой-то итог. Просто смотри, как я езжу на машине и покупаю коробок, и расставляю товар из коробок. Вот. Это у нас уже шестая серия, хочу заметить, и... Достаточно быстро я стараюсь их снимать, чтобы вы смотрели, 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 потому что активность мне ваша нравится. Очень здорово у вас все происходит, у нас все происходит. И... В принципе, все, что я могу еще сказать. Спасибо вам. Спасибо вам за вашу активность. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Мне очень приятно. Мне очень... Мне очень лестно некоторые комментарии читать. То есть... Там было пару комментариев таких... Прям, не знаю. Прям как будто я не знаю. Прям засмущался. Вот. Так что... Комментируйте. Мне приятно. От вас особо... Не убудет за комментарий, за лайк. Тот же самый за подписку. То есть, я посмотрел там... Ну, ставят лайки люди, а... Подписка... Ну, подписка вроде как не подписана. То есть, ну... Блин, я не знаю как-то... Ты же тоже лайк поставил. Значит, тебе понравилось. Подпишись. Я, конечно, понимаю, я тоже не из тех людей, которым нравится... Всякий, там, не знаю... Ну, грубо говоря, мусор, да, в подписках. То есть, я... У меня в подписках там... Несколько всего пользователей Ютуба, и... Как бы там... Нет ничего такого прям. Ну, я знаю много людей, у которых много подписок в Ютубе. То есть, и я не вижу проблемы подписаться. То есть, тем более, если ты ничего не записываешь, то... Ну, сам ничего не записываешь, и ты сам не автор никакого... Никаких видео. То почему тебе не подписаться? Вот ты же подписываешься. Ты же все равно меня, допустим, даже смотреть не будешь. Ну, не будешь смотреть, и не надо. У меня подписка есть. У меня цель какая-то достигнута, понимаешь? Давай на приказку тоже что-нибудь поставим. Газировку, например. Ну, потому что хуже не будет. Почему она стеклянная? Она же ведь пластиковая. Я же вижу. Кстати, за время, которое я здесь нахожусь, уже что-то там продается. То бишь... О! Черная газировка. Оказалось, две черные газировки из целой коробки. Писали в комментариях, что второй продавец будет расставлять товар. Другой человек спросил. А будет ли он расставлять товар как правильно и красиво? Или будет расставлять это дело все по очереди? И да, мы это проверим обязательно, как только у нас появятся деньги на второго кассира. Пробивать ты будешь? Нет. Нет, не будет. 27 долларов мы собрали. И это очень грустно, очень мало. Написали, что вот эта вот газета 13 долларов, по-моему, приносит в день. И... Это, конечно, здорово, что она приносит 13 долларов в день. Но она стоит-то больше немножечко. Смотри, нет риса, нет соуса. А, соус есть теперь. А, две или нет? Ведра мороженого нет? Ну, даже не знаю. Газетный киоск у нас есть. М-м-м, кофемашину. Сок-выжималку написали. Сок-выжималка стоит 250 и приносит 18 долларов. В день? Ну, это, конечно, здорово тоже, но... Но как-то нет. Так, 10 долларов стоит заправка. Это очень дорого. Очень дорого. Сука, какой 10 долларов стоит заправка? Какая 10 долларов стоит заправка? 10% заправки. А стоит она хрен знает сколько. У нас же есть телефон для того, чтобы пополнять. Это не телефон. Это... Это явно не телефон. Я не на то нажал. Заправка автомобиля бензином. 450 долларов. У меня таких денег нет. Я так понимаю, в ближайшем будущем, в каком-то скором, светлом, мы будем бегать пешочком в... В... Эту... В контору и... Забирать. Чё-то мне написали, что я могу грузить коробки в машину доставщику. Но на улице дождика я не хочу туда бежать сейчас. То есть я просто здесь подожду, побегаю, постою и... Даже не знаю, даже... Попробую сбегать на... Оптовую станцию, на оптовый рынок, на этот. И попробовать положить продукты в... В эту машину и взять... Может, он доставит мне эти продукты? То бишь, почему бы нет? Почему я могу заказывать доставку? Да, вот доставку могу заказывать. А, например, прийти к нему в машину, наложить и довезти не могу. Зубную пасту и умягчитель нужен. Чипсы, зубная паста. Блин, дождик, я не могу сейчас ещё бежать туда. Понимаешь, я бы с радостью... С радостью бы побежал. Пару дней, я так понимаю. Кстати, у меня есть кровать. И я... Я так понимаю, что её нужно просто продать, потому что она у меня есть. Дверь, которая мне нахрен не уперлась, тоже. Сколько? Ну, на 15 долларов стоит, конечно, это... Это тоже деньги, но нет, она мне не нужна. Дурфрейм, вол. Что значит вол? Это стена. Стена. Почему стена-то здесь? Я что могу сделать? Стену? Зачем мне её ставить вообще? Подожди. А, дурфрейм, дверной проход, он ставится и продаётся тоже за 15 долларов. Он мне... Ничего себе, какой огромный дверной проём. Он мне тоже не нужен. Уберём его в инвентарь, а потом продадим кровать. Кровать, я думаю, долларов 100 будет стоить. И как бы они-то лишними точно не будут. Когда этот дождик закончится, я уже устал. Я просто не хочу заболеть, как было вот недавно совсем, и тратиться потом ещё на лекарства. То есть лекарства, они здесь не дорогие, ну, не дорогие, не такие дорогие, какие могли бы быть, но они очень дорогие в плане вот... В плане всего, вот в плане я могу... Ну, заправиться, конечно, я не могу, я могу, например, закупиться. На 150 долларов я там могу закупиться только так. Или 100 долларов, сколько это лекарство стоит. Но всё равно, 100 долларов они лишними не бывают. А заболеть можно, я так понимаю, только если бегать под дождём. Пока ещё других способов заболеть здесь не придумано. И уже спасибо. Чё пишут? Ворнинг только пишут, вижу. 5 долларов собрали. 126 долларов у нас есть в кошельке. 136 долларов есть на карточке. Кстати, из которой я могу заказать доставку. Нет умягчителя. Очень много умягчителя хотят. Давай умягчитель закажем. Чё такое умягчитель? Я не знаю, что такое умягчитель. Софтинер? Софтинер, наверное. Давай закажем. Ладно, хуже не будет. Хуже не будет. За софтинер заплатим. Расставим. Может быть, сейчас у нас начнут его покупать. Очень спонтанно я всё это... Твою мать. Очень спонтанно всё это происходит. Очень спонтанно я трачу деньги на всякую ерундистику. И это очень плохо, потому что спонтанно тратить деньги это нехорошая затея. И нехорошая привычка. Давайте мы. Хотя вчера я купил эту игру и считаю, что это была достаточно спонтанная покупка. Покупка ввиду того, что... Ну вот. Я так понимаю, можно заболеть и без... Дождя. Ты больной, говорит. Спасибо, что я больной. Спасибо. 44 доллара собрали. Всего у нас 170 теперь. Чё я могу сделать, если я больной? Ну больной и больной. Что ж теперь? Вы больны? Идите в аптеку. Я не пойду в аптеку. Само пройдёт. Всегда так делаю. А, всё. Бегать не могу. Понял. Грустно, грустно. Recucle bin. This PC files. Почему здесь то же самое? Но здесь... Можно делать заказы... А, здесь можно делать только заказы, а здесь можно всё делать. Жалуется. Нет ведра. Газету вот за 5 долларов я продал. Газету за 5 долларов продал. 10 долларов уже принесла нам газет на это. Чё-то он прям вообще весь раскашлялся. Чё, получается, нужно бежать в магазин. Получается, нужно бежать в магазин, покупать таблетки. И просто я не понимаю, если я сейчас буду тратить эти деньги на элементарную... Элементарную на... Как её называют? На элементарную медицину, то хорошему ни к чему это не приведёт. Знаешь, чё мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем суперспонтанную штуку. Суперспонтанную. Знаешь, какая-то спонтанная штука будет выглядеть. Она будет выглядеть следующим образом. Я иду в банк. Отменяю ходьбу эту. Беру в суду в 1000 долларов. И иду в аптеку. Кстати, да, я должен сейчас ещё... Заправиться. Ладно, масло ещё не пора менять. Я заправил свой автомобиль. Я еду в аптеку. Покупаю там... Все необходимые мне лекарства. После еду на оптовую базу. Ну... А, 100 долларов. Спасибо, говорит. Сейчас едем в наш магазин. Смотрим, что нам не хватает. Смотрим, что у нас было... На что жалуются под наши покупатели. Чего у нас нет? Чего у нас нет? Мне кажется, в нашем... Нет апельсинов. Ну, в конце концов. Ну, зачем тебе апельсины? Что такое-то? Нет риса? Так, давай посмотрим. Апельсин, мясо, моющее средство, куки-файлы, горох, шоколад. М-м-м... Горох, куки-файлы, шоколад, моющее средство. Газету еще купили. То есть уже 15 долларов это железно принесла нам эта газетная стойка. Звучит неплохо. 15 долларов они не лишние никогда, поэтому... Здорово. Здорово. Пусть приносит нам эта газетная стойка хоть какую-то прибыль. Мы же не просто так на нее потратили 150 долларов. Правильно? Правильно. Да что так... Почему ты едешь-то не туда, куда мне нужно? Прибыль какую-то наш магазин все-таки приносит. Я надеюсь, сейчас не заболею. Элементарно от того... Но мы не будем испытывать судьбу. Мы подъедем... Подъедем поближе. Откроем дверь пошире. Так, горох. Горох. Баклажан. Хоть он и не нужен был, но мы его купим. Томатная паста. Все консервы, короче, мы сейчас купим вот этим. Варенье, бобы, кукуруза, томатная паста, горох. Горох я взял, да? Оливки. Почему-то горох крупнее оливок. Так, печенье, шоколад. Это было то печенье? Нет, это было не печенье, это было просто шоколад. Нет молока, но я ничего с этим пока сделать не могу. Так, средство чистящее. Моющее средство. Что у нас еще можно купить? Рис. Ткань. Что нам еще нужно? Апельсин. Что нам еще нужно? Подпузники. Просто вот закупимся, чтобы было, знаешь, и сейчас поедем все это, да что ж такое, продавать. Если мы сейчас все это расставим, и если это начнет приносить какую-либо прибыль, то есть у нас было сейчас 600 долларов, у нас должно в плюсе где-то получиться 200 долларов, если не больше, 300 наверное даже. И в следующий день мы должны окупить все это дело. У меня сейчас 84, 84 доллара, и я должен банку тысячу. То есть у меня сейчас минус 900. Банку нужно все это как можно скорее отдать. Главное, чтобы он не начал начислять мне конские проценты, и... Ну и в принципе все. Да есть у меня конское моющее средство. Подожди. Да возьми. За морепродуктами ты нашел, конечно, куда приходить. У меня вот ничего нет. А ты за морепродуктами сюда пришел. Салфетку возьми. Как разгрузить машину, не открывая окон? Ой, двери. Мне кажется, у него заднее стекло уже разбито. Потому что каким-то образом волшебным он умудряется доставать товары без всякого этого. Так, моющее средство. Моющее средство отнесем вот сюда и поставим на вторую полку. Горох мы поставим вот сюда, на приказку. Баклажан тоже, на приказку. Шоколад поставим вот сюда. Томатная паста, на приказку, под кетчупы. Пшеничное печенье, вот сюда. Ткань, вон туда. Подгузники, сюда. Рис, сюда. Начнем с риса. Опа. Прямо с полки разбирают. Смотри-ка. И что это и как это называется? Ну, конечно, это некрасиво. Давай вот сюда тогда наставим. Конечно, это уже ерунда получается. Но... Что ж нам сделать-то? Так, ничего не купили? Значит, поставим все же... Крутись. Вот сюда. Томатная паста. Будет стоять вот здесь. Нет йогурта. Да рано тебе йогурт покупать. Томатную пасту бери. Тоже на завтрак можно есть. Горох. Горох ставим вот сюда. Баклажаны ставим вот сюда. То есть... Примерно вот так это будет выглядеть. Дружище, ты мешаешься. Уходи. Спасибо. Ну. Поставь ты вот сюда его. Блин. Пугают меня... Блин, это целая коробка. Нет морепродуктов. Их не будет. Я пока еще их не закупил. Приходите к нам еще. Спасибо за... За... За этот... Как его называют? За визит. Да. Бобы сейчас пойдут в ход. Смотри. В оборот идет все просто. Когда полки в магазине... На пол... Вот эти вот. Не пустые. Покупать, естественно, будут. Потому что есть что покупать. И... Блин, криво поставил. Некрасиво. Некрасиво ставлю криво. Ну ладно. Что ж поделаешь. У нас такая политика. Работать некому. Один сотрудник на весь магазин. И, в принципе, такая вот история. Один сотрудник, и то товар выкладывает. Ну-ка. Ну-ка. Поперек. Чтоб все видели, что это печенье. Шоколад. Шоколад будем расставлять вот сюда. Рядом со сладкой кукурузой. Красный вот сюда. Ну что такое? Почему он весь красный? Черный. Красный. О. Ну, что ж такое-то? Все, неужели? О. А, магазин закрылся. Идите, вот. 175 долларов, смотри. Подгузники. Подгузники мы ставим вот сюда. Моище средства. Мы вот это вот дело уплотняем. Вот так. Почему, когда темнеет, я не вижу, какого цвета у меня... Как она называется? Ну, подсветка у предмета. Я даже не знаю, поставлю ли я туда это или нет. Ну, оттого мне и спокойнее. Почти везде все ставится. Даже не парюсь. Просто тыкаю и все. Такс. Это у нас что такое? Это у нас салфетки. Ткань как раз-таки, которая очень хорошо приносит прибыль. Я думаю, мы ссуду отдадим банку. Потом возьмем еще. Затаримся. И будет все отлично. И думаю, что это видео выйдет в несколько этапов. Не то, чтобы в несколько этапов, а оно просто будет порезанное, как не знаю что. Зачем мне эта лестница, которая... Для того, чтобы лазить на второй этаж. Если я могу и так прыгать просто и расставлять. Лестницу придумали слабаки. Слабаки, у которых нет прыжка. Ну, вот сюда вот ставь. Молодец. Нормально. Стоит же. А вот это вот сюда поставим. Так, остались одни апельсины. Апельсин давай разложим вот сюда. Но мы, наверное, не будем пока еще эти апельсины раскладывать, потому что мало ли они похерятся. Правильно? Правильно. Давай поедем в дом. Поспим. Потому что нам больше особо делать здесь нечего. И, в принципе, вообще отлично все получается у нас пока что. На тысячу можно на это было разгуляться. То есть я закупил товаров. Правда, я должен эту тысячу, но я закупил товаров. И сейчас они начнут приносить мне какую-либо прибыль. И это с учетом... У меня сейчас уже 260 почти долларов. С учетом того, что я заправился на 400. Если мне память не изменяет, конечно. А заправился на 400. И купил себе аптечку. Голод у нас не заставляет себя долго ждать. И мне кажется... Мы сейчас еще вскоре потратимся на еду. Но еда это не так уж страшно. Купим фургер какой-нибудь и поедим. Давай спать. Так. На дворе утро. Мы бежим на нашу любимую работу. Быстрее бы этот трактор разгонялся и жрал бы поменьше топлива с маслом. И было бы вообще отлично. Потому что пока что мне этот бэтмобиль доставляет лишь какие-то... Ну, какой-то дискомфорт. Так, давай выйдем из машины. Пойдем поедим. И будет вообще все тогда хорошо. Давай. Мне бургер. Ну, купить. Есть. 37. Ты меня разорить хочешь? Написали, что можно якобы... Или это был вопрос. Можно устанавливать цену. Ты можешь говорить сам устанавливать цену. Но! Если бы я мог сам устанавливать цену, я естественно поднял бы ее повыше. Конечно же. Если бы у меня была такая возможность. Но мы сейчас это проверим. Потому что я не могу быть полностью уверен в том, что нельзя этого делать. Ну, беги. Беги, беги, беги. Че ты сидишь-то один? Мог бы открыть уже. Нет денег для сбора. Смотрим. Рис схватить я могу только. Здесь я могу... Здесь я тоже ничего не могу сделать. Жалоб нет. Счета. На счета я не могу ничего нажать. Здесь еще где я могу... Что я могу? Взаимодействовать. Где я еще могу что сделать? Компьютер взаимодействовать. Изначальная цена такая-то. Выберите продукт. Вон, допустим, это. Очень мне нужно знать, во что ты там играешь. Так. Нет бананов, говорит мне товарищ. И я за него очень сильно рад. Нет арбуза. Ты что, совсем что ли? Так. Так, давай. Возьмем, расставим апельсинки. Че такое? А, понял. Рис продался. Со вторым кассиром было бы гораздо больше прибыли, я так понимаю. Потому что он... Людей было бы больше. Обслуживалось бы больше людей и продавалось бы гораздо... Кредит. 50 долларов с меня снимать еще будут. Ёшкин кот. Пойдем бросим сотню. Сотню бросим на кредитку. На наш, на банковский счет. Я все верну, чест слоу. Из кошелька, давай, 150. Передадим. И не будем вам ничего должны. А, кстати, я могу у них еще взять? Хрен, я не могу ничего у них взять. Осталось 950, говорит, отдать. И... Хорошо, хоть без процентов уже, спасибо. Если ты слышишь собаку, то я мол... То это... Ты молодец. Вот, что я хочу сказать. 67 долларов забрали. Что можно еще купить сюда? На что были жалобы? Ути, блин, какой важный. Хрен бумажный. Чипсов нет. Ёлки-палки, чипсы не купил. Нет бананов, арбузов и чипсов. Чипсы могу купить, бананы могу купить. Поедем за бананами и за чипсами. Просто потому, что мы можем бананы и чипсы купить. Конечно, я бы не ездил по такой мелочевке. То есть, представляешь, сколько мне нужно проехать сейчас, чтобы... Чтобы элементарно купить какую-то ерунду. Средства для чистки туалетов, чипсы и бананы. Возможно, ну, я считаю, что мне хватит этих денег, чтобы купить все, что вот я сказал. Я научился тормозить экстренно. Нужно просто руль выворачивать. Да, и, кстати, мы сейчас... Заодно проверим, можно ли... Сколько бананов стоит? А, 35 долларов. Ничего себе, это дешево. Можно ли вот ему загружать в машину что-либо? Нет, ему ничего нельзя загружать. Это развод. Это ерунда. Он просто ездит на этой машине один. И не возит мне ничего. Возит мне по одной коробке за 10 долларов. Еще и на ценку делает. Представляешь? Это же вообще никуда не годится. Кукурузных хлопьев? Нет. Кукурузных хлопьев? А где они здесь есть вообще? Чипсы. Чипсы хоть в вагон куплю. Средства для чистки туалета. Тут здесь вот. Бананы сейчас привезу. Подожди. И... Отбеливатель кешью. Вот кешью постоянно. Все хотят кешью. Вот. И... Что-то сейчас было такое. Хлопья, хлопья, хлопья были. Хлопья. Кукурузные хлопья. Я вообще не вижу здесь... Вот они. И чипсы другие нужно купить. Какие я там купил? Средства для чистки туалета. Кешью. Обычные чипсы. Нужно купить чипсы в R. Круглые. Поедем домой. Не домой, точнее, а в магазин в наш. Расставлять весь этот чудесный. Товар. На пол. На стены. Как мы там... Как мне сказали. Ставь на пол. Потому что все равно будут покупать. Типа это все столы. Это для слабаков. Что это? Все это ерунда. И покупаются все, чего только можно. Просто главное, чтобы это было выложено. И я считаю, что да. Да. Это правильно. И так как я не собираюсь пока что тратить деньги. У меня их нет. Хочу сказать больше. Чтобы... потратить их на столы, стулья и все вот это вот прочее. Кто бибикает-то? Сам дурак. Ну, давай же. Физика здесь, конечно, отдыхает. Прямо в прямом смысле. Кешью. Кешью мы поставим вот сюда. Конечно, я любитель порядка. И поэтому здесь будет вот так. Ну, что такое-то? Толго как не ставилось. Так, а что такое у нас? Чипсы. Чипсы ставим... ...вместе с газировкой. Ничего себе, какие огромные тюбики. Ты видел, нет такие огромные чипсы когда-нибудь? Да они же с ногу. Там сколько чипсов-то наложено? Там целые... Эти клубни, что ли, лежат их для самостоятельного приготовления? Ну, просто на самом деле очень огромные тюбики. Банки. Так, еще чипсы. Чипсы вот эти. Чипсы будем расставлять вот сюда. Бургер тебе нужен? Да ты чего? Какой тебе бургер? Да что ты будешь делать? Целая гора чипсов у нас. Целая гора чипсов. Потому что мы можем. Мы можем. И мы их продадим. Все чипсы до единого. Кукурузные хлопья. У нас жаловались на отсутствие кукурузных хлопьев. И мы эту жалобу рассмотрели, конечно же. И приняли соответствующие меры. Теперь. Теперь. В нашем магазине есть все виды кукурузных хлопьев. С львенком, с зебрами, с собаками, с чем только нету у нас этих хлопьев. Так, это... А, это чисто... Чистка туалетов. Так, ладно. Здесь мы воспользуемся лестницей, конечно же. Да что такое? Погнали. Давай выставим хотя бы пару бананов, чтобы могли люди у нас покупать. Да что ты? Ты лестницей никогда не пользовался. Будем ставить на самые дальние полки, на самые верхние, чтобы люди занимались спортом, пока доставали бы эти средства и... Ну и в принципе были бы здоровыми. Потому что наш магазин поддерживает здоровую политику. Здоровый... Политику здорового образа жизни. Смотри. Лестница вот сюда. Баклажаны эти вот сюда. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ты расставляйте. И в целом, смотри, как классно получается. И покупатели довольны, и 186 долларов подзаработали. И это еще не все. Мы выплатим этот сраный кредит. Нет кофе у тебя. Да ты что такой... При... 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 Привередливый-то. Мне, кстати, заканчивается сладкая кукуруза. И ее нужно будет покупать. И макароны заканчиваются. Макароны заканчиваются. Шоколада у меня много. Чипсов много. Можно поехать и закупиться там баклажанами, не баклажанами. Всем, чем только можно. Вот этим вот мелочью вот этой. Но. Не вижу пока я в этом смысла. Поэтому просто подождем. И вот, кстати. Я еду. Довольно. Купил холодильник. Долгими стараниями. Докопил эти 750 долларов. Он очень дорого стоит, этот холодильник. Ну, что ты хочешь, если он промышленный? Сейчас мы его поставим. И будем продавать молоко. Наконец-то у меня не будет оно портиться. Наконец-то мы сможем поставить холодильник, чтобы у нас не портилось молочко. Так, чё? Куда его ставим-то? Да? Блин, нет. Да, вот сюда вот его поставим. Вот так где-нибудь. Сколько денег у нас в... Всё, уходи. 154 доллара мы собираем с... с кассы. И денег у нас, в принципе, не остаётся, потому что... Потому что почему? Потому что у нас всё потрачено. У нас всё потрачено на... кредит и зарплату работнику. Вот. Требуется, говорит, холодильник, хотя стоит в холодильнике. Странно. А, просто не подгружалась. Я понял. В принципе, я думаю, на этом будет логично закончить серию, потому что... Какая-то цель достигнута, холодильник есть в следующей серии. Попробуем. 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 Опять же, я гарантирую подключить сюда второго кассира. На это уйдёт достаточно много времени, но... Оно, возможно, того стоит. Нам нужно сотню на банк. В банк скинуть, чтобы оплатить зарплату и кредит. И тогда будет всё отлично. На этом можно будет спокойно закончить. И опять же, продажи, да, продажи поднялись. Продажи поднялись. Мелочёвку продавать гораздо лучше, то есть, жалоб нет никаких. Люди покупают постоянно. Но мелочь, конечно, но покупают. Вот сколько восстанавливает эта еда? 80 точно восстанавливает. То есть, здесь есть вообще можно. Здесь есть можно и нужно. Здесь дёшево есть. Ну, давайте на этом закончим. Не хочешь, не нужно. Сохранимся. И попрощаемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до встречи в новых видео, в новых сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok